Уважаемые коллеги, я постараюсь к минимуму свести отклонение от существа вопроса. Железодефицитная анемия – заболевание, при котором снижается уровень железа в сыворотке крови, в костном мозге и других дипо, в результате которого нарушается образование гемоглобина, эритроцитов, возникает гипокромная анемия и развиваются трофические расстройства в тканях. Это и Дельсон, 1981 год. Баланс железа осуществляется путем его всасывания, накапливания в депо и выхода по мере необходимости. Из нового в последнее время был открыт белок гипсидин, от которого зависит интенсивность всасывания железа из кишечника. При увеличении количества железа, железо стимулируется выработка гипсидина, уменьшается абсорбция железа кишечника, уменьшается его транспорт, циркуляция, уменьшается количество железа, угнетается синтез гипсидина. Такая вот обратная связь. Признано, что гипсидин – ведущий фактор регуляции обмена железа и модулятор его биологической активности, однако пока что много неизвестно о его роли в обмене железа, потому что железо является не только тем компонентом, который используется в синтезе гемо- и эритроцитов, но и входит в состав всех дыхательных ферментов и является очень важным компонентом. В организм поступает с пищей, к его дефициту ведет нарушение всасывания в кишечнике, острые хронические потери крови. Значит, существует гемовое и негемовое двух- и трехвалентное железо. Несмотря на то, что и то, и другое железо содержится в различных продуктах, проведение лечения анемии невозможно без использования препаратов. Так что все наши усилия по добавлению продуктов в железосодержащих, они, в общем, недостаточны для того, чтобы эффективно бороться с анемиями. Основные недостатки железосодержащих препаратов – побочные эффекты, раздражение желудочно-кишечного тракта, который характеризуется шнотой рвоты, диареей, запором. Железо связывает сероводород, являющийся физиологическим стимулятором перистальтики, окрашивает слизистые зубы, дает аллергические реакции. При окислении и соединении с ферритином образуются свободные радикалы, которые повреждают клетки кишечника и активируют перекисное окисление липидов. Риск перегрузки интоксикации железом при увеличении дозы и продолжительном применении. Липосомальное железо. Сегодня в России появился новый инновационный препарат, который используется в лечении железодефицитных состояний. Препарат называется Сидерал. В препарате каждая молекула железа включена в специальную липосомную капсулу. Она здесь представлена. Она запатентована. Имеется торговая марка, которая зарегистрирована. Это фосфолипид. Образуется при самоагрегации фосфолипидов в водной фазе. Двойной липидный слой напоминает клеточную мембрану. Липосома как средство доставки лекарственных средств. Но в данной ситуации... То есть липосома — это методика, которая может быть использована при доставке любых лекарственных препаратов, но в данной ситуации она доставляет железо железо. Объединение лекарства и липосом существенно влияет на фармакокинетику и снижает системную токсичность. Предотвращает преждевременный распад или инактивацию лекарства после введения в орган мишень. Прямое всасывание попадает в макрофаги, который минует слизистую кишечника и транспортируется в лимфу. С лимфой поступает в депо. При этом все элементы раздражения, которые были перечислены, которые свойственны всем препаратам железа, в данной ситуации их нет. Благодаря липосомной технологии железо не контактирует со слизистой оболочкой, и поэтому отсутствуют побочные эффекты. Форма выпуска, значит, классический вариант 14 мг с витамином С и витамином В12, форта 30 мг с витамином С, имеется в каплях, которые используются для детей в основном, преимущественно. Значит, мы изучили этот препарат у 30 больных различного возраста, преобладали женщины, средний возраст 47 лет. Все больные были с железодефицитной аномией установлены на основании уровня гемоглобина менее 110, сывочное железо менее 9, имеющие показания для приема сидерала в режиме монотерапии в течение 30 дней. Критерии оценки эффективности, значит, динамика гемоглобина и эритроцитов, динамика ретикулоцитов, динамика железа, динамика биохимических показателей, которые мы изучали для того, чтобы исключить токсический эффект данного препарата. Наблюдаемая группа, значит, имела 18 легкую и 12 среднюю степень тяжести по уровню гемоглобина. Средний уровень 93 плюс-минус 3 грамма на литр. Клиническая симптоматика была оккупирована на протяжении ближайших 10 дней лечения. Объективные симптомы – бледность, тахикардия и гипотония – приблизительно через 15 дней терапии. Причина анемии – гемороидальное кровотечение у 7, минорагии – 8, кровотечение желудочно-кишечного тракта – 12, комбинация различных факторов в сочетании с элементарной недостаточностью железа. Вегетарианцев в нашей популяции было 3 человека. Динамика показателей ферростатуса. Прирост среднего уровня гемоглобина здесь показан через 2 недели, через 4 недели. Доля больных с повышением гемоглобина и его количеством тоже показана. Не фиксировалась реакция ретикулоцитов. Я довольно плохо понимаю, почему нет роста этого показателя, но мне кажется, что если кровотечение носило острый характер, то ретикулоцитарный криз был связан с выходом железа, который находится в депо, и он был по существу пропущен. И поэтому, когда началась терапия препаратами железа, то мы по существу продолжили восполнять депо, и отсутствовал вот этот вот криз. Ферритин снижался. Это нормально, потому что ферритин – это показатель, который характеризует запасы депо железа. Сырочное железо также фиксировало рост. Динамика показателей. Величина прироста гемоглобина через 4 недели в среднем по группе составила 15,5, а прирост гемоглобина через 4 составил 22,6 грамм на литр. Выводы Сидерал продемонстрировал хороший эффект в лечении железодефицитной анемии при назначении одной капсулы в день. То есть по существу мы давали мизерную долю железа – 14 миллиграмм. Если мы даем обычные таблетки, одна таблетка содержит 100 миллиграмм, две, которые даются, как правило, – это 200 миллиграмм. Вы посмотрите, какое количество и какой эффект. Антианемический препарат Сидерал отлично переносится больными и не вызвал никаких побочных эффектов. Использованная продолжительность лечения недостаточно для нормализации уровня гемоглобина в крови и в ДПО, и требует пролонгированного лечения. Это положение давно известно само по себе, но у нас исследование было протокольное, поэтому мы констатируем тот факт, который бы хотели довести до аудитории. Теперь Сидерал Форта – это 30-миллиграммовый препарат. Проведено сравнительное исследование с сербифером. По 40 больных было в каждой группе. Они соответствовали по возрасту, полу и по выраженности анемии. Лечение. 30 больных принимали по одной капсуле в сутки, 10 больных принимали по 2 капсулы в сутки. А препарат железа сербифер 30 больных принимали по 200 мг в сутки, 10 больных принимали по 100 мг в сутки. Причины железодефицитной анемии, кровотечений, геморрагии, алиментарная недостаточность и профессиональные доноры попали в эту группу. Результаты лечения представлены на этих графиках. Слева Сидерал Форта, справа сербифер. Динамика имеет небольшие различия, которые могут показать преимущество недостоверное, но преимущество сербифера. Но это принципиального значения не имеет, потому что в одни и те же сроки при разнице дозы железа приблизительно в 6 раз мы получали тот же самый эффект. Это очень важное обстоятельство. И более того, 17 с лишним процентов больных, которые принимали сербифер, имели те или иные осложнения этой терапии в виде тошноты, диареи или запора, симптомы раздражения пищеварительного тракта, чего не было при липосомном железе. Величина перероста через 1 месяц на Сидерале 19,3, там 21,47. Через 2 месяца 24,34, при аномии легкой степени 15,3 прирост, средней степени тяжести 24,4. Разница существует, но эта разница несущественна, если учитывать, что токсических эффектов использования железа не было. Выводы. Сидералфорта является эффективным препаратом для лечения железодефицитной аномии. Он в дозе 1 капсулы в день, содержащей 30 мг липосомального железа, обеспечил в течение 2 месяцев неуклонное нарастание показателей гемоглобина и эритроцитов. На фоне 2-месячного приема Сидералфорта нормализовался уровень гемоглобина, и величина прироста составила 24,3 грамма. Препарат безопасный, эффективный, отлично переносится больными, не вызывает побочных эффектов ни в одном случае. 3-4 года тому назад в Испании был проведен европейский симпозиум по этому препарату, где были показаны его преимущества. Наши исследования подтвердили те выводы, которые были сделаны европейским гастроэнтерологическим сообществом, которое рекомендовал этот препарат, к использованию в гастроэнтерологии. Особенно препарат, который не раздражает желудочно-кишечный тракт, конечно, имеет право на будущее. В этом никакого сомнения нет. А потом доза препаратов меняет и поражает. Результаты исследований российских были представлены на прошлой майской сессии в Санкт-Петербурге, и там были, кроме нашего сообщения, еще сообщения санкт-петербургцев. Результаты приблизительно идентичны. Так что мне кажется, что вы должны взять на вооружение этот новый для Российской Федерации препарат и пользоваться им. Спасибо.